Взвесив все за и против, Людмила Пензина последовала примеру своих домашних и пришла на вакцинацию против коронавируса. Сначала сделала моя дочка с зятем, и у них все прекрасно прошло. А через некоторое время я решила. Тех, кто привился от COVID-19, в Химках более 15 тысяч. Из них 10 тысяч уже получили оба компонента противоковидного препарата. Одна из тех, кто полностью завершил вакцинацию – Наталья Евдокимова. Второй этап сегодня завершен, получил сертификат. Семьей поговорила, решила, что надо сделать прививку. Будет лучше, безопаснее. У меня дома дети маленькие и пожилые люди есть, поэтому решила сделать прививку. Сделать прививку от коронавируса планирует и член общественного совета «Химке интересно жить» Артур Каримов. Как только количество антител в его организме начнет снижаться, говорит, приедет в пункт вакцинации в качестве пациента. Пообщавшись с терапевтами, они пока не рекомендуют это. А так, в принципе, хотелось бы тоже привиться, потому что я считаю, что это единственный способ уберечь нас от коронавируса. Обо всех противопоказаниях медики предупреждают на месте. Прежде чем ввести вакцину, каждый проходит осмотр. Только если человек полностью здоров, его направляют в процедурный кабинет. Уже после первой дозы у людей на 60% вырабатываются антитела. После второго дозы вырабатываются тела уже 93%. Посмотреть, как работает временный пункт вакцинации, размещенный в торговом центре, приехал Дмитрий Волошин. Глава округа пообщался и с пациентами, и с медперсоналом. В настоящий момент мы видим 20 заболевших ежедневно. В пик пандемии у нас было 80 человек. Сейчас есть спад, это очевидно. И решение тому массовая вакцинация, которая проходит в Московской области и в Химках в частности. Защитить себя от коронавирусной инфекции может каждый. В торговом центре «Мега» временный пункт вакцинации работает с 12 часов дня до 22 часов вечера. Всего же в Химках есть 10 точек, где можно сделать прививку от COVID-19. Принимают по живой очереди. Из документов нужен только паспорт. Нина Бережная, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.